всем привет хочу показать цветение моего башмачка по фиопедилума гратриксианума этот башмачок я получил от микки оркетс в октябре семнадцатого года то есть в моем уходе он уже два года когда я его получил он из себя представлял две взрослые розетки готовых к цветению по приходу он сразу же выдал мне с каждой розетки по цветоносу который сразу же отсушил сил растению не хватило корешков было немного все они были подсушены и от бутонов он избавился на данный момент по прошествии двух лет количество розеток у него уже более 20 но этот башмачок растет очень быстро рост у него очень стремительный и каждая розетка по приходу дала несколько сразу новых ростов и вот с каждым годом он все приумножается вот показать его цветок ну размер цветка 5 пальцев буквально вот такой вот цветок выращиваю я его ну по освещению что я могу сказать стоит он у меня в самом темном углу на северо-западном окне свет он прямого солнечного света он не видит вообще только летом на него попадают слабые лучи солнца уже на закате и очень непродолжительное время то есть к свету на к освещению он абсолютно не требовательны хотя возможно если бы света было побольше то листья были бы и такими длинными ну размер листа наверное сантиметров 40 даже вот некоторые листья даже подлиннее и они узкие то есть если дать ему возможно освещение побольше листья были бы пошире и все-таки покороче то есть место он стал занимать довольно таки много картина такая довольно таки разрослась хорошо ну что могу сказать про его содержание грунт который я его посадил я смешал из коры средней фракции и мелкой фракции с добавлением перлита и немного мха грунт получился довольно таки влагоемки поливаю я его летом два раза в неделю а зимой раз в неделю и обязательно даю ему просохнуть поначалу когда ему не давал просыхать то снизу горшка начали вылазить грибы начали расползаться как змейки ну то есть я сделал вывод чтобы избежать возможных гнили или каких-то я не знаю его заболеваний я стал его просушивать между чтобы от полива до полива земля высыхала воду он выпивает довольно таки быстро удобряю я его раз в неделю летом ну я вношу честно говоря полную дозу удобрения которые пишут на этикетках для удобрений никаких половинных доз я ему не вливаю удобряю его кормлю как на убой а зимой уже осенью середины осени удобрения я вносить прекращаю также это растение относится к растениям которые любят кальций вот в грунт добавляют и доломнитовую муку и ракушки и прочее ничего такого ему не добавлял но кальций ему вношу и не знаю можно так делать нельзя так делать но я при поливе где-то раз в месяц измельчаю мел до состояния порошка и на глаз вложу его воду для полива чтобы вода стала чуть-чуть мутной и вот раз в месяц я проливаю вот такой водой и после пролива даже бывает что из горшка стоит такой известняковый запах но его я пересаживал этой весной горшок он свой перерос уже его пересадил в больший горшок и как я посмотрел корр состояние корней отлично их было немало он заполнил весь горшок корнями то есть растения довольно таки не жалуются на мой полив но все мы знаем что орхидеи стоит поливать очищенной водой но я поливаю его проливом я все свои орхидеи поливаю проливом вот за 10 секунд сколько у грунт взял воды этого достаточно то есть лучше не долить орхидеи чем ее перелить потому что случае перелива постоянно потом начнутся и реанимации и болезни и что только не каких бед только не случится с орхидеи от пересушки ну по крайней мере на ютюбе я ни разу не видел что какая-то орхидея умерла все только от перелива поэтому обязательно просушки между поливами к опрыскиванию у меня он растет у меня у меня все орхидеи дома растут при сухом воздухе это около 40 процентов никакие свои орхидеи я не опрыскиваю ну за исключением наверное дракулы вот у меня недавно появилась дракула вампиры очень сильно пострадала от летней жары но растит цветонос вот это единственная орхидея который я опрыскиваю все остальные орхидеи я не опрыскиваю потому что при попадении воздух в квартире стоит а при попадении воды в розетке обязательно будут гнили особенно у башмачков они очень сильно на это реагирует это я уже убеждался у меня был один башмачок когда я уезжал в отпуск его поливали и вода попала в розетку и в итоге он сгнил буквально за два дня поэтому к опрыскиванию орхидеи я отношусь крайне негативно это очень плохая мера для повышения влажности воздуха крайне кратковременно тем более они все отлично мерятся и с сухим воздухом ну вот весной его пересадил не вытаскивал старый грунт просто вынул его из старого горшка воткнул все все что было с корнями в новый горшок большего размера и засыпал также корой мха перлита и камушки и вот такой был сверху и уложил мха чтобы более менее удержалась влага внутри потому что состав нового грунта был такой довольно таки рыхлый и воздухопроницаемый ну это вот растение довольно таки простое содержание дома она отлично просто подходит для этих целей абсолютно не требовательно зацветает она без танцев с бубнами ему не нужны никакие перепады но на самом деле перепады возможно ему и нужны но моему хватает сезонных перепадов хотя в этом году у меня довольно таки сильно разочаровал в прошлом году он свел тремя цветоносами а в этом году несмотря на большое количество розеток выпустил только один но еще есть вероятность того что он процветет еще будет более позднее цветение и он выдаст мне еще цветоносы посмотрим если не процветет сейчас процветет возможно следующем году вообще цикл развития у этих орхидей такое что за год они выращивают розетку и через год она становится полностью готовы к цветению при подходящих условиях то есть каждая розетка развивается один год так у меня было когда он пришел через год три розетки вызрели и процвели в этом году количество розеток готовых цветения значительно больше одной но вот выдал только один цветонос но возможно будет еще более позднее цветение вот хотел бы также показать вот сравнить у меня цветет еще один башмачок еще один башмачок по фиопедилум фарианум вот такой вот у него размер цветка по сравнению с гратриксиану на самом деле цветок у него примерно в полтора раза меньше но он такой вот весь то есть такой винтажный по форме он сильно отличается он может быть не очень ярким но на самом деле просто чудесный цветок ну примерно вот с четыре пальца все-таки цветок гратриксианому побольше но хотелось бы показать размер то есть вот размер этого растения с ладонь это взрослое растение он не пришел год и четыре месяца назад это была одна розетка и одна маленькая растущая вот через он у меня уже год и четыре месяца на данный момент количество розеток 73 из них процвело у кого-то меня цвел начал цвести в начале августа выдал цветонос 1 когда цветонос достиг половины размера выдал 2 это уже его третий цветок вот недавно он сбросил мне второй цветок а третий цветонос еще раз вот он его открыл растение тоже очень простое в уходе в отличие от гратриксианума его я держу на юго восточном ой на юго до восточном окне он у меня выдерживает прямые солнечные лучи летом с ним ничего за это время не случилось единственная защита от солнца это сетка от комаров который хоть чуть-чуть притеняет и вот что случается с ним почему я противник опрыскивания при опрыскивании вот на листе когда вода стояла их еще припекала солнцем получи получались вот такие коричневые пятна ну после просушки это все конечно останавливается в развитии по крайней мере у меня когда вода попадала вот образовывались такие пятна я его я его тоже просушиваю между поливами что он полностью просыхал но два таких башмачка абсолютно казалось бы они одинаковые но с другой стороны разные разные главным образом по размеру если это совершенно не занимает никакое место то вот эта куртина конечно на подоконник тоже я ее уже не ставлю на не влазит я его подвешиваю за крюк он висит у меня пока цветет на юго-восточном окне вот в интернете еще существует информация хотел бы сказать что не информация много роликов когда новые росты когда дает по фиопедилу новые росты то их начинают делить и рассаживать я его не понимаю необходимость конечно в этом дело в том что это не дочерние растения это орхидея как консидиумы и прочие симпадиальные орхидеи дают новые роста поэтому необходимость их рассаживать или делить никакого нет они все соединены общей резомой поэтому когда их делишь конечно силы цветка при этом уменьшается что толку отделять от материнской уже готовы к цветению розетки молодой рост если она уже находится на завершении стадии своего развития в принципе своего жизненного цикла ну вот и каждая розетка каждая розетка цветет раз в год то есть за год она успевает что у этого по фиопедиуму что у этого то есть за год он вырастил розетку и процвет с нее осенью вот они у меня цветут такие два цветуна цветут у меня осенью ну это вот все наверное что я хотел сказать об уходе растения крайне простые регулярный полив с просушками обязательными и внесение мела мил я ему вношу тоже ну не знаю еще раз говорю можно так делать или нельзя но вроде бы как они не жалуются вот на этом у меня все это все что я вам хотел показать у меня все пока